Всем привет ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Китай только что сделал первый шаг навстречу будущему с цифровым юанем в качестве новой мировой резервной валюты. В этом видео я расскажу о том, как Китай расширяет и ускоряет принятие своей цифровой валюты, и как они только что впервые в истории открыли свою национальную цифровую валюту для иностранцев. Мы поговорим о том, что это значит для нас как криптохолдеров и не только, что нас ожидает в этом будущем, в будущем антиутопии, где абсолютно все будет цифровым, и оно сейчас уже наступает. В этом будущем больше не будет места нашей финансовой приватности. Наверное за такое видео меня точно не похвалят, но в любом случае я обязан об этом говорить, так что буду рад твоей поддержке. Посмотри на это. Китай предлагает цифровой юань для Олимпийских игр, чтобы проверить его привлекательность для иностранцев. Ты можешь подумать, что это не очень большое событие, но на самом деле в таких вещах ничего не происходит быстро. Шаги предпринимают мелкие, но настойчивые и далеко идущие. Так что такие события это уже предупреждение всем нам о намерениях Китая. Китай запускает свой цифровой юань для спортсменов и зрителей в преддверии Олимпийских игр в Пекине, что является первым в истории масштабным испытанием привлекательности виртуальной валюты для иностранцев. Итак, если ты думаешь, что только Китай разрабатывает и агрессивно продвигает свою цифровую валюту, ты ошибаешься. Мы видим, что ФРС США ускоряет разработку цифрового доллара. Европейский центральный банк также тестирует цифровой евро. Если мы изучим историю, то заметим, что правительство создает фиатную валюту, затем печатает слишком много и поэтому каждая фиатная валюта обречена на крах. Причем с вероятностью в 100%. Это просто заложено в ее природе. Денежное предложение не ограничено, обесцениваться можно бесконечно. Средняя продолжительность жизни фиата составляет 27 лет. Каждые 30-40 лет существующая денежная система дает сбой и требует перезагрузки. Доллару США уже 77 лет, но нужно помнить, что мы уже наблюдали несколько его итераций и перезагрузок. Самая долгоживущая мировая резервная валюта была британской, 129 лет. Именно поэтому страны и работают над цифровыми валютами. И под конец этого видео я расскажу, как они их используют во время следующего финансового кризиса и как это отразится на нас, обычных пользователей этих валют. Поскольку до старта осталось меньше месяца, а мероприятие уже обременено дипломатическими бойкотами и угрозой вспышки известного вируса, Китай надеется использовать грядущие игры, чтобы продемонстрировать влияние цифрового юаня на весь мир. Если бы я ехал на Олимпийские игры в Китай, я бы определенно не скачивал бы то приложение с цифровым юанем, что они предлагают скачать иностранцам. Мало ли что там, какие угрозы это приложение несет, какое там программное обеспечение, может быть оно даже шпионит за иностранцами. Именно поэтому три американских республиканских сенатора в июле призвали Американский Олимпийский комитет запретить американским атлетам использовать цифровой юань, подозревая Китай в использовании цифрового юаня и его приложения для шпионажа и угрозе безопасности США. Зимние Олимпийские игры, которые официально начинаются 4 февраля, представляются как возможность для Народного банка Китая повысить осведомленность о цифровом юане после стабильного прогресса серии его испытаний в разных регионах страны в 2020 и 2021. Что мы видели в 2020? Это релиз пилотной версии цифрового юаня и его тесты в некоторых провинциях Китая. Китайское правительство также сделало аэрдроп первых цифрой юаней на кошельки населения. И при этом сказали людям, что нужно потратить эти цифровые юани на конкретные вещи до конкретного числа. Иначе эти деньги просто исчезнут. И это то, что может произойти в будущем. Во время следующей финансовой рецессии Федеральный резерв США может провести такой же аэрдроп цифровых долларов. И сказать гражданам, что эти деньги нужно тратить только на то и на это. И сделать это нужно до конкретного числа, иначе эти деньги сгорят. Таким образом, ФРС будет еще более централизована, чем когда-либо контролировать экономику. И у тебя не будет выбора, как потратить эти деньги. Когда в прошлых годах в США раздавали стимулирующие чеки, люди могли тратить их куда угодно. Например, на покупку биткоина. В случае с цифровыми долларами и другими национальными валютами в цифровом виде так не получится. Также люди, которые не захотят тратить эту финансовую помощь, а захотят сохранить ее на черный день, не смогут этого сделать. Потому что их цифровые доллары просто сгорят. Вот какое будущее нас ожидает. Хотя у Народного банка Китая нет графика официального запуска цифровой валюты, на прошлой неделе он сделал шаг к этой цели, выпустив тестовую версию приложения цифрового юаня на iOS и Android. Жители регионов, где тестируется цифровой юань, могут скачать его и зарегистрировать учетную запись. Большая проблема движения в сторону цифровых валют заключается в том, что после того, как граждане начнут пользоваться исключительно цифровым юанем, у властей Китая появится возможность просто выключать неугодных. Именно поэтому мы наблюдаем буквально войну против наличности. Правительства хотят все перевести в цифровой вид, чтобы получать больше доходов от налогов. США и другие страны непременно последуют этому примеру, потому что с долгом под 30 триллионов долларов и растущими процентными ставками правительству штатов точно понадобится больше денег. В штатах мы уже видели такую тенденцию. Люди, которые просто продают что-либо на каком-нибудь eBay, уже должны отчитываться в налоговую о своих транзакциях, если сумма сделки будет больше 600 долларов. В будущем они планируют опустить эту планку вообще до 10 долларов, представляешь? «Это наша ключевая задача и вызов, чтобы убедиться, что иностранные гости получат хороший опыт работы с цифровым юанем», говорит Банк Китая. «Мы постараемся сделать все возможное, чтобы обеспечить это». Итак, ребята, мы видим, что практически весь мир выбрал этот путь, и это меня очень тревожит. Как я говорил, в следующий финансовый кризис у них появится возможность буквально диктовать нам, когда и на что мы можем тратить свои деньги. И вместо отрицательных ставок у нас будет срок годности наших денежных средств. Отличное решение этой проблемы старой системы, но не для нас. Твоя информация о денежных привычках больше не будет приватной, и они точно придумают алгоритмы, чтобы заставить тебя меньше копить, но больше тратить. Возвращаясь к Китаю и этой гонке за статус резервной мировой валюты, если бы я был Китаем и очень хотел бы подвинуть США и доллар, я бы сказал так, учитывая темпы накопления Китаем золота. Народ, наш цифровой юань поддержан золотыми запасами. Вот это уже был бы второй серьезный шаг по свержению доллара США. На этом все, ребята. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео было для тебя интересным, почему бы не поддержать его лайком? Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания нового контента. Также подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео, делись видео с друзьями, комментируй, обязательно богатей. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok